Приветствую вас, уважаемые телезрители! Сегодня вербное воскресенье, впереди Страстная неделя, одна из самых строгих в году, если говорить о посте. И вот мне хотелось бы поразмышлять над этой Страстной неделей. Христос учил учеников Своих, что Ему подобает быть преданным и пострадать и умереть. Вот, собственно, лейтмотив Евангелия. И христианство часто определяют как религию креста и страдания. И даже ставят это христианству в упрек. Ведь все обведительные акты против христианства говорят о его призыве к пассивности, о его добровольном подчинению злу, о его надежде лишь на загробное торжество добра. Христиане, вот примерно так неизменно утверждают его обвинители, всегда терпели зло, несправедливость, несовершенство, всегда возражали против всех попыток улучшения этого мира. Но так ли это? Действительно, почему эта никогда не умирающая память о кресте и распятом на нем составляет самую сердцевину христианской веры? Что совершилось, что произошло тогда, что было здесь единственным и неповторимым? Ведь страдания и мучения испытывали всегда и всюду миллионы людей. И, наверное, ведь не для того же крест стал нашим символом и нашей верой, чтобы мы сказали людям, братья и сестры, так было и так будет всегда. Терпите, берите пример с Христа, помните, что Он сам сказал, «В мире будете иметь скорбь». А ведь именно такое истолкование креста Христова зачастую дают сами христиане. И вот это-то истолкование позволяет недругам христианства утверждать, будто христианство есть религия примирения со злом, и потому человеку в этом мире помочь не может ничем. Но почему же тогда крест всегда был и остается источником силы и радости, источником мужества для всех христиан? Почему помнят они не только начальные слова Христа, «В мире будете иметь скорбь», но и продолжение их? «Но мужайтесь, я победил мир». Это, кстати, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Почему каждую неделю вечером под воскресенье звучат во всех церквах все те же ликующие слова «Себо прииде крестом радость всему миру». Вы знаете, мне думается, что понять все это можно, лишь поглубже вдумавшись в связь креста, распятие, страдания со злом. На первый взгляд последние главы Евангелия звучат, как трагическое утверждение всесилия зла. Вот предает учителя ближайший ученик. Кому же верить тогда и на что надеяться? Вот тысячи людей, которым Христос столько помогал, которых только утешал, на которых была направлена вся его любовь, эти люди кричат «Распни, распни его!». Но что же тогда человек, если не стадное существо, которое можно в мгновение ока превратить в послушную толпу, выкрикивающей все, что прикажут? Вот Пилат говорит, «Я не нахожу в человеке этом никакой вины». И, сказав это, умывает руки и передает его наглумление и мучительную позорную смерть. Вот разбегаются в страхе ученики. Вот учителю их, умирающему в страшных страданиях от жажды, дают пить уксус. Вот издеваются над ним, изнемогающим умные и ученые люди. «Других спасал, спаси себя!». Говорил, что «Ты Сын Божий, сойди с креста, и мы поверим Тебе». И вот вы знаете, вспоминаешь все это в который раз. Вспоминаешь и думаешь, да, это торжество зла в чистом виде. Тут разбиты навсегда все иллюзии о человечестве. Тут не остается ничего, кроме страшного предсмертного вопля. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?». Но вот думая об этом, начинаешь понимать другой, глубочайший смысл этого страдания, этого вопля, этой смерти. Ведь в том-то, быть может, и открывается главная сила креста, что он являет зло в чистом виде, что он показывает его именно как зло. Ведь зло всегда прячется за громкие и красивые слова. Пряталось оно и тогда. Важно, восседал на седалище своем Пилат и думал, что творит суд. Но мы теперь навеки знаем, что он сдался страху, что суд его – зло. Послушались начальства римские солдаты, которым было приказано распять Иисуса. И это послушание их раскрывается перед нами как зло. Час за часом не остается ничего от человеческих оправданий и, как мы говорим сегодня, смягчающих обстоятельств. Все и все подчинились злу. Все приняли его. Но узнать зло, как зло, сорвать с него маску добра, обнажить в чистом виде – это ведь и значит обличить зло. И тогда всякого предателя мы называем Иудой, всякого неправедного судью – Пилатом. И вот посмотрите, час за часом в молчании, кровавых мучениях, одиночестве торжествует Христос. А не эти жалкие слуги зла Иуда и воины, Пилат и толпа рабов, кричащих распни. Над всеми и над всем возвышается Он. Внешне победили они, но что же это за победа? Затравить, убить, навсегда сделать затравленного и убитого учителем, Господом и вождем. «Тогда был осужден Он, но осужденными навеки оказались они. Тогда умер Он, но эта смерть стала началом новой веры, новой любви, новой надежды». Таким образом, крест – это развенчание зла, первая и решающая победа над ним. Невинное страдание навсегда оказывается сильнее всех палачей мира. Молчание навсегда становится громче всех воплей и главное, самое главное, любовь навсегда торжествует над ненавистью и злом. И скажите, это ли не победа? Это ли не торжество? И смотрите, только умер Христос, только, казалось бы, восторжение, торжествовало зло, как из самой глубины этой страшной ночи выходит римский сотник, палач, распинатель, послушный раб зла и говорит, воистину он был Сын Божий. И вот уже он свободен. Начинается медленный рассвет, которого ничто уже не остановит, себо прииде крестом радость всему миру. И здесь наш ответ, ответ обвинительному акту против христианства. Не к терпению зла, не к примирению и компромиссу с ним призывает крест. Напротив, он-то и есть то начало обличения, одоления и разрушения зла, о котором говорит все Евангелие и о котором говорит вся наша вера и все христианство. 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 Субтитры создавал DimaTorzok